приветствую на канале хочу рассказать как снизить расход батареи на iphone и что делать если быстро садится аккумулятор на iphone если вы думаете что все те настройки которые я буду рассматривать в этом видео вы примените и ваш iphone превратится в старую добрую nokia то нет вы ошибаетесь все настройки помогут вам пользоваться iphone по умному как профессиональный пользователь техники apple надеюсь что вас это заинтересовало так что обязательно подписываемся на мой канал ставим лайки и начинаем наш первое друзья это те уведомления которые приходят от разных приложений после установки они забирают около семи процентов от заряда аккумулятора для того чтобы их отключить заходим настройки здесь ищем уведомления теперь просмотрите те уведомления которые вам не нужны и отключите и например я вот сейчас отключу зохо project я сейчас не работаю с этим и так по каждому давлению пройдитесь и отключить значит следующий шаг это настройка экранного времени опять же заходим настройки ищем экранное время экранное время рекомендую включить на пару дней или даже на недельку и просмотреть какие приложения больше всего тратят заряд аккумулятора и отключить их потому что есть такие приложения с которыми вы не работаете а заряд аккумулятора они используют после этого рекомендую выключить экранное время это ненужная функция есть далее следующий шаг это меню многозадачности как видите куча разных программ с которыми вы работаете разные приложения значит и есть умной пользователь такая информация что если вы их закрываете потом открываете так меньше используя заряд аккумулятора но на самом деле это не так как сообщает apple когда вы закрываете приложение потом его открываете так намного больше тратится заряд аккумулятором поэтому рекомендую те приложения с которыми вы больше всего работаете их не закрывать пускай они висят в вашем меню многозадачности следующий пункт это темный режим работы вашего iphone это очень крутая фишка которая появилась и ос 13 следует сказать что она снимает усталость глаз работает более менее комфортно apple под нее полностью адаптировал все штатные приложения на айфонах с олэ дисплеем она намного меньше позволяет тратить заряд аккумулятора поэтому на айфонах x xs x max 11 про 11 про макс рекомендую включить и пользоваться темным режимом на вашем айфоне на всех других айфонах к сожалению заряд аккумулятора не изменится при использовании темного или светлого режима работы вашего телефона значит следующий этап это заглушение неизвестных давайте зайдем в настройки ищем телефон и здесь заглушение неизвестно эту функцию также можете активировать но только вы должны знать что все звонки которые будут поступать на ваш номер которых нет вашей телефонной книги вы к сожалению не примите но зато это значительно сэкономит заряд аккумулятор далее загрузка файлов сегодняшний день в сафари появилась возможность загружать файлы но следует знать от видите я скачал песню куда они загружаются давайте посмотрим зайдем настройки здесь ищем сафари вот сафари загрузка вот видите у меня стоит галочка на iCloud Drive то есть сначала файл загружается на телефон потом он по сети загружается на iCloud Drive таким образом используется заряд аккумулятора поэтому если вы пользуетесь одним устройством тогда рекомендую поставить загрузка на iphone и таким образом вы намного уменьшите расход аккумулятора далее также в настройках давайте зайдем в экран и яркость здесь посмотрите какая стоит какое время стоит на автоблокировку рекомендую поставить одну минуту для чего это делается когда вы попользуетесь телефоном положили его через одну минуту телефон автоматически заблокируется если у вас 3 3 и более минуты это соответственно значительно увеличивает расход аккумулятора следующий шаг это настройка siri значит давайте сейчас зайдем в siri siri и поиск есть такой пункт слушать привет siri если у вас этот пункт включен это означает что ваш телефон постоянно мониторит эфир и ждет когда вы скажете привет siri поэтому я рекомендую отключить эту функцию таким образом вы уменьшите расход вашего аккумулятора значит и самый последний пункт который я хочу сказать про который я хочу сказать это не перегревайте и не переохлаждайте ваш телефон так как это пагубно влияет на аккумулятор вашего iphone друзья я надеюсь что эти все рекомендации будут для вас полезными обязательно подпишитесь на мой канал поставьте лайки если есть кого-то какие-то вопросы пишите в комментариях всем удачи и пока